На футбольном поле До того, как отправиться на тренировку, футболисты пришли ряд станций, которые определили потенциальные возможности мышц, кардиореспираторной системы, данные выносливости и скоростно-силовых возможностях. Перед вами таблица Шрито-Клатонова. Вам необходимо за самое короткое время найти цифры от 1 до 25. Функциональные биохимические закономерности в организме – главный объект исследования. При помощи устройств появилась возможность прогнозировать игрокам команды микроцикл на тренировочную неделю, определить параметры функционального состояния организма, кардиационную способность и внимательность. Следующий этап исследования будет посвящен генетическому анализу и анализу биохимических маркеров, функционально-соревновательной готовности спортсменов. Соответственно, планируем с юными футболистами, кандидатами в студенты Крымского федерального университета, будущими абитуриентами работать. Разработка внетренировочных средств повышения спортивной работоспособности – одна из основных задач внедрения данной программы. Установка тренера – закон для спортсмена. Каждый видит в этом свое. Арсений, студент агропромышленного колледжа КФУ, убежден, что показатели, которые определяют исследования, позволяют ему понимать свое настоящее физическое состояние и выполнять тот уровень нагрузки, который дает наставник. Сегодня мы проходили стабилометрию, проходили КГ, и тест был на показывающий индекс массы тела, жировую массу, клеточные мышцы, как они работают, которые показывают, насколько наш организм работоспособен. Научно-клинический центр отслеживает не только фиксированные физические показатели, но и состояние игроков футбольной команды до и после соревнований. Позволяет найти индивидуальный подход к каждому. Речь идет о психологической поддержке и мотивации. Благодаря исследованиям мы уже будем примерно точно знать, на каком пульсе каждый игрок комфортно ему работать и какой у него предел. Если для кого-то 180 ударов и уже надо снимать с работы, для кого-то 200 может быть такой пульс, в котором он может еще находиться. Более 50 футболистов пройдут диагностику. Совместно с тренерским составом уже сейчас разработан уникальный комплекс необходимых нагрузок и деятельности спортсменов за пределами площадки. Кто-то уже прошел этап и оценил возможности, а кому-то только предстоит это сделать. К исследованию присоединился и старший тренер фитнес-студии «Консоль-спорт» Владислав Шевченко. Его главная задача – выявить, какая программа тренировок наиболее эффективна для представителей данного вида спорта. Мы подбираем для них оптимальную нагрузку и со своим весом, и функциональную, с утяжелениями. И сегодня в данном случае будет тестироваться программа, которая называется «Высокоинтенсивная интервальная тренировка», которая развивает навыки скорость, силу, быстроту и так далее. Полученные во время тренировки навыки помогут ребятам лучше восстанавливаться после футбольных матчей. «Воля к победе» и полная уверенность в своем здоровье. Это о сборной по футболу Крымского федерального и Центре технологии здоровья и реабилитации, созданном в УЗИ в рамках программы «Приоритет 2030». Амина Алибеева, Илья Притко, Пресс-служба Крымского федерального университета.